Ассаляму алейкум. Сегодня мы на улице Фикрата Табеева, дом 41. Добрый день. Меня зовут Салли Хазрат. Мы начали такой проект, он называется «Будем ближе друг к другу». Дело в том, что мы сегодня такие очень современные. У нас у каждого есть большие телевизоры дома. И порой сидим, смотрим и переживаем то, что происходит в телевизоре. А наших соседей даже имен не знаем. Поэтому наша первая цель – это чтобы наш город узнал своих горожан, чтобы соседи знали своих соседей. И хотел бы узнать, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана. Дочь мою зовут Ирина. Ирина. Да, так. Ну, как у вас дела? Ну, дела… Что вот… Ну, как получилось? Я родила рано. Преждевременные роды были. На 25-26 неделе родилась она недоношенная, глубоко недоношенная. Искусственной вентиляции легких была почти два месяца. Потом уж в ОПН не наблюдалась она у меня, потому что вес, когда вес набрала, отдали уж домой, выписали. Так, и вы сейчас дома получаетесь? Да, сейчас дома с ребенком. Постоянно. Да, постоянно. Сколько сейчас уже? Ирине? 9 лет уже. 9 лет уже. Большая девочка уже. Да, да. Так, ну, она, наверное, чувствует, наверное, да? Она, наверное, понимает, наверное. Ну, да, она это чувствует, рассказывает иногда. Да, вот мама… Я ухожу по делам, старшая остается, старшая дочь у нас есть. Она уж помогает мне, она у нас уже самостоятельная, работает. Ну, живем вместе пока. Пока свою семью не создала. Песенки слушать любит, да, сказки. У нас учителя два раза в неделю приходят. Хорошо. С ней сидят, вот этот, сказки рассказывают, общаются. Ну, Ширинка у нас не разговаривает, конечно, но все равно понимает что-то. Ну, видно реакцию. Да, да, бывает иногда она по-своему, что пытается рассказывать, жалуется иногда. Характер есть. Есть, да. Что-то не нравится, она этот, как вам сказать, взгляд отводит в сторону как-то. Или вот голос такой строгий или какой-нибудь. Бывает этот глаз отводит как-то так. Ну, ладно, значит, у вас какой-то язык общения свой уже, наверное, складывается. Ну, да, мы-то уж понимаем, я ее понимаю, вот, что ей не нравится, что нравится, вот. Хорошо. Кушает она у нас протертая. Ну, так-то вроде все кушает, но протертая. Угу, угу. Вот. Ну, бывает, если вкусная еда, она прям этот, с аппетитом, как вам сказать, ей нравится. Всевышний испытывает. Всевышний испытывает вот это испытание, да, это надо достойно перенести в этом мире, да? Ну, да, я этот, вроде, вначале принять тяжело было. Было тяжело принять ее. А потом уже сейчас все нормально, этот, мы привыкли, мы живем своей жизнью. То, что я принимаю своего ребенка, какая она должна, ну, какая она есть. И с этим мы, как бы уж, этот. Да, мы с этим живете. Да, с этим живем. Стараюсь уж, это я должна сделать. Правильно, правильно. Порой внимание даже больше нужно тем, которые смотрят рядом. Угу. Порой мы вот сейчас занимаемся, да, вот этой акцией, да, стараемся на ваши просьбы, да, на какие-то отреагировать. Но все-таки те, которые рядом, им тоже нужна какая-то реабилитация, им тоже нужна какая-то, скажем так, помощь, поддержка психологическая. Потому что люди придут, уйдут, а вы остаетесь. Угу. Около 30 квартир, а то и более. А порой даже вот близкие не знают своих соседей. На сегодняшний день мы взяли такую на себя нагрузку, это горячее питание каждый день мы готовим, раздаем. Ну, к нам приходят совсем бездомные мужики, которые готовить не могут, да, то есть, вот. Но те, которые могут готовить дома, мы делаем набор на месяц. Ну, то есть, то, чтобы человек получал каждый день порцию своего горячего питания, мы это делаем в один продуктовый пакет и заносим. Поэтому мы вас в этот список тоже, да, внесем, да, и будем приносить раз в месяц. Это первое. Второе, мы сотрудничаем с частными и с государственными медицинскими учреждениями. То есть, у вас какие-то могут быть вопросы. Там, не знаю, вот, вот вы говорите, приходит два раза там, да, в неделю говорите, да, приходит? Да, да. То есть, какое-то занятие проводит, какая-то реабилитация нужна. Бывает, что надо в очередь вставать там, бывает, что надо там какие-то собрать документы, например, да. То есть, поэтому мы просим вас, чтобы вы нам, как бы, свои пожелания сказали. То есть, для того, чтобы, возможно, мы как-то поможем вам, возможно, мы где-то будем полезны для вас. То есть, наша задача, выражая, быть ближе друг к другу. А быть ближе, это значит быть полезен друг к другу. Пожеланий, не знаю, вот, таких особых сильных пожеланий пока нет. Я не могу выразить вам. А так, вроде этот, потихонечку справляемся. Вот, 27-го уже в солнышко поедем на реабилитацию. Туда, этот, записанное. А как передвигаетесь? Передвигаемся, я прошу родственников. То есть, как часто вы выходите из дома? То есть, вы позволяете себе прогулки каждый день? Ну, если холодная погода, мы не выходим. А так, если хорошая погода, мы выходим. А зимой, как, например, вот такие? Зимой, вот, санки, на санках. А весна, осень, лето, коляска. А в деревне уж этот. Дедушка у нас приезжает, забирает, родственниками поедем. Вот. То есть, родственники тоже поддерживают, помогают? Да, поддерживают. Очень хорошо, очень хорошо. Это очень приятно. А так, нам этот, соседи помогают, дверь открывать помогают. Придерживают, когда мы выходим. Так-то помогают, наверное, соседи. А вам пандус что-то такой нужно или нет вообще? А пандус у нас есть? Пандус есть. Да, уже в доме есть. А так, коляска, а пока обычная такая коляска, да? Есть, есть. И такая тоже есть, да, если что? Инвалидная какая-то коляска. Это и есть. Инвалидная, да? Да, наши коляски, да. Хорошо. Катя и Дамир. Вот. Недавно вот они, Иришки, тоже смесь они этот купили. У них тоже ребенок, как вам сказать, особенный. И тоже хотят помочь. Вот. Мне сначала неудобно было, потом помощь такую принимать. Я не могу, не могла потом. Я уж с подругой со своей поговорила, она тоже ваша религия. И вот она говорит, если хотят, говорит, Света не отказывай. Конечно, конечно. Вот. Вы даете возможность им сделать благое дело. Да, да, да. То есть, в это время, время смартфонов даже стали меньше общаться. То есть, все, только смотрят на экран. Да, да, да. Вот. А вот, например, девочке Иришке, да, ей нужно тактильное. Значит, ей нужно, то есть, близость, понимаете. То есть, ей нужно вот это вот общение. Живое общение. Живое общение. Да, да, да. Допустим, вам надо куда-то ехать, да. Ну, не может отец приехать, баба не может, дедушка не может, кто-то не может. Возможно, мы будем вам полезны. Хорошо. Мы не каких-то золотых гор, как это не обещаем. Мы такие реалисты, простые ребята. Но мы думаем, что у нас будет в будущем и автомобили свои, да, там, чтобы мы могли возить всех. Ну, дай Бог, чтобы мы были полезны. Спасибо. Да, чтобы мы были на самом деле ближе друг к другу. Очень приятно было с вами познакомиться. Спасибо, что вы выбрали нас сегодня. Да, да. То есть, для счастья много не надо. Да. Да, надо просто быть ближе друг к другу. Спасибо.